Ганс! 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 Говно ваш Ганс! Ну блять! Давайте отбросим эти все, чем началось, чем закончилось, и разберем реально существующий вопрос. Почему Ганс это круто? Нет, речь не пойдет конкретно о манге, хотя мы однозначно ее упомянем. Мы поговорим и про аниме, и полнометражку. Короче, все затронем, чтобы докопаться до одной причины. Почему эта история вставляет вам по самые помидоры? Еще будучи мальчишкой, я гуглил запрос в стиле «Аниме, похожее на страну чудес смертников», а нашел Ганс и посмотрел. Это сделало меня мужчиной когда-то. Так почему же каждый уважающий себя мужчина, вроде меня, должен посмотреть Ганс? Потому как три вещи. Поднимает уровень тестостерона, усиливает приток крови в голову, что заставляет вас быть умным, учит не поднимать бомжей с рельс. Это хорошая практика. Но ключевой четвертый пункт я все же дам офигительной задумке, которая не просто продержала меня на протяжении двух сезонов аниме, а заставила отправиться читать мангу. Это была моя первая манга, как и мысль о том, что японский комикс – чертовски крутая штука. Конечно, мне повезло, что моей первой мангой стала Сейнен История талантливого автора Оку Хироя, экспериментировавшего над рисовкой, скрещенной с компьютерной графикой. Выглядит это обалденно. И поймите, сочетание компьютерной графики и манги вызывает у меня предвзято скептический настрой. Но это так реалистично, черт подери. В чем суть? Наша Земля. В ней уже издавна живет куча инопланетной чепухи, которая просто себе обитает, скрываясь от обычных людей. Причина не важна. У одних там галактика взорвалась, другие просто подходящий климат ищут. Они среди нас. Но! Помимо таких беженцев, существует и реально воинственная раса пришельцев, которая летит к Земле, чтобы не просто пригостить, а отобрать планету. Уровень технологического развития землян в несколько раз уступает всем инопланетным формам. Отчего другие пришельцы, типа наблюдателей, дают людям бонус в развитии, чтобы уравнять шансы. Кажется, обычным все, что я сказал. Но дальше самое интересное. Высшие пришельцы отправляют сигналы в неземных технологиях умственно отсталой девочки, дочке богатейшего немецкого бизнесмена. Девочка начинает в рандомном порядке называть цифры. Но батя-то умный немецкий бизнесмен. Он берет эти цифры, записывает и отдает ученым, что создают формулу для проектирования укомплектованных оружием черных шаров под названием ГАНС. В надежде наживиться, батя вместе с единомышленниками создает фабрику по сбору черных шаров и рассылает их по всему миру. Как это будет работать? Все просто. Идешь ты такой в метро, оп, упал бонж на рельсы. Один чел бежит его спасать, но бонж тяжелый, килограммов за сто поднимать одному никак. И он поднимает, значит, голову и такой, О, окей, помнишь меня? Мы с тобой когда-то учились в одной школе, помоги давай. И ты помогаешь. Хэзо зачем? Спасаете его. А вас БАААА сносит поезд. Вы умираете. Черный шар создает точную генетическую копию недавно умершего человека и перемещает к себе. Для того, чтобы собрать отряд клонов из умерших людей, снарядить пушками и костюмами, а затем отправить мочить пришельцев. Потому как этот человек уже не существует, а новосозданными жизнями шар может распоряжаться самостоятельно. Вообще, каким угодно. Отказаться права не имеешь, ведь тебе еще и бомбу в голову запихали. Рванет так-то. Сначала шар дает миссии в стиле, иди убей того гастербайтера-пришельца, который просто живет тебе спокойненько на земле. Отказаться опять же не можешь. Таким образом, Ганс тренирует своих людей и делает из них бойцов, чтобы те прокачались до момента прибытия воинственно настроенной расы. А в момент войны миров принесли победу земле и славу масонам, контролирующим производство черных шаров. Ведь кто контролирует могущественный Ганс, контролирует всю планету. Подытожим. На землю летят кровожадные инопланетяне, высшие пришельцы дали людям технологий. Масоны из них сделали извращенное оружие, чтобы убивать и мирных инопланетян, и кровожадных, и получить мировое господство в итоге. Эх, тупые человеки. Я понимаю, как это бредово звучит. Но поймите, существуют невероятно крутые идеи со средней реализацией. А существуют и обычные себе идеи со сногсшибательной реализацией, и Ганс это ярчайший пример. Развитие героев, открытие каждого сюжетного момента из перечисленных мной, это гигантский шаг, что доставляет массу удовольствия. И мне не дадут соврать фанаты, что подтвердят в комментариях. Эта история запала в самое сердце. Признайте, что хотя бы раз представляли себя могучим воином в черном латексном костюме, с иксган пушкой в руках. Или может вам по душе катана с удлиняющимся лезвием? Вы готовы крушить инопланетян в виде робоптиц, третератопсов, буддистских статуй или самого дьявола? Да, это здесь есть. Да тут гребаные вампиры. И самое забавное, что это чертовски гармонично вписывается в сюжет, не вызывая лобную боль и недоумение. Не поймите неправильно. У этой франшизы есть и недоброжелатели. Как сейчас, помню, одна из моих переписок с рандомной девушкой в телеграме. Привет, а это у тебя аниме Ганс на аватарке? Привет. Да, круто, что узнала один из моих любимых персонажей. Тоже смотрела. Да, первую серию, но не досмотрела, потому что она отвратительная и вызывает у меня чувство рвотного спазма. Как аватарка в твоем профиле. Так вот, что чувствовали комментаторы под моим роликом хентая для больных. Отринем от радикальных моралфагов и продолжим. Почему Ганс это круто? Конкретно аниме или манго? Не имеет значения. Манго – оригинальный сюжет, к ней нет никаких вопросов. Два сезона аниме сняты максимально канонично, аж до 21 серии. Но на тот момент мага была не завершена и сценаристы решили придумать свою концовку, которая само собой отличается от оригинала. И поверьте, концовка аниме не стала плоха. Она даже открывает немного другое видение на происходящее. И вообще, разве лучше, если бы нам просто прервали адаптацию, как это было сделано с аниме «Алиса в погранище». Три серии – идите в жопу. Плюс у студии Гонза возникли некоторые финансовые вопросы насчет рентабельности проекта. В дебри лезть не будем. Получилось, как получилось. Потом, крутецкая полнометражка про арку в Осаке, что тоже немного отступает от канона. Не настолько, конечно, но она чертовски круто реализована. 3D-график, режиссура, да, есть еще два фильма – новеллы, спин-офф и даже манга с альтернативной вселенной. Это ли не круто? Ганс – это высокоуровневый масс-медийный монстр, что наплодил кучу вариаций себя на любой вкус. Качественная реализация идеи отхватила свою фан-базу, а я есть ее часть. Я Ганзер. Знаете, часами можно говорить о тонкостях создания истории, о ключевых моментах в сюжете, о росте героев и множестве отсылок от автора. Кажется, все, чем восхищался мангака, он силком запихал в свой мирок и заставил жить по новым правилам. Здесь и отсылка на Лару Крофт, Брюса Ли, Блэйда Керри, да господи, даже на One Piece. И повторюсь, это так гармонично. Думали это все? Нет, конечно, я не могу обойти стороной самую спорную часть франшизы. И да, это концовка манги. Потому как многие трактуют ее в виде «курить майский чай, кормить народ бредом, сделать концовку на коленке». Но если присмотреться, а точнее причитаться, то можно с самого начала заметить. Суть автора в том, чтобы донести мысль о том, что не существует ни богов, ни судьбы, не существует глобальной цели и смысла. Человек – это материя, а все вокруг – сплошная математика и не более. Уверен, что сам автор на все 100% понимает, он не первооткрыватель. У многих на слуху эта идея, согласны они с ней или нет. Но, как и сказал ранее, не всегда так важна идея, как ее реализация. Вы серьезно ждете оригинальщины в мире с избытным множеством идей, что перекручены на мясорубке разных моделей? Автор дал пищу для мозга, перекрутив ее на модели яркого, запоминающегося мира с множеством приятных отсылок. И не побоюсь сказать, множеством чуть ли не тарантиновских поворотов. Вот что значит крутая реализация идей. Вот почему Ганс – это круто. Жестоко в двух направлениях, но очень круто. Почти как ты, нажавший лайк и подписку, и забустивший автора до уровня высших пришельцев. Ведь я родил этот ролик для тебя и жду своей награды. Весь такой в латексе. Если наберем 5000 лайков, я продолжу эту рубрику и расскажу еще про аниме, мангу, да и в общем франшизы, что создают целый культ за свою крутость. Вы были в лаборатории Ганса. Увидимся на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok